Как быстро стать хорошим руководителем? Никак. Быстро, коллеги, только кошки родятся, вы уж извините. И то, в общем-то, не так уж и быстро. И как мы приобретаем, как мы становимся хорошим руководителем? Только через опыт, через столкновение с теми ситуациями, с которыми мы раньше не сталкивались. С таким человеком, с таким, такая ситуация, с сякая ситуация. Чем таких ситуаций больше, тем быстрее вы прокачиваетесь как руководитель. При этом у нас, конечно, есть какая-то своя предельная скорость. В чем нюанс работы? Вы, когда начинаете работать, у вас команда. И она примерно одна и та же. И задачи у вас будут примерно одни и те же. И что-то еще. И изменения происходят не так быстро, как это полезно при обучении. То, что делаем мы в нашей школе менеджеров. Мы выдергиваем человека из его реальности и помещаем в безопасную учебную среду. Безопасное означает, что там его не будут оценивать. От того, справится он или не справится с ситуацией, не зависит его зарплата. Там куча очень разных ситуаций. При этом они все реальны. Они все взяты из чьей-то практики. Где ты можешь попробовать их решить. Ты можешь столкнуться с таким типажом. И посмотреть, я пасую, не пасую. А что мне здесь делать? А что мне говорить? А как я это могу оценивать? Принятие управленческих решений. В общем, все, что касается управления, можно прокачивать в безопасной среде. Наталкиваясь на это постоянно и много. И только так возможны изменения. И только так можно быстрее стать хорошим руководителем, чем оставаясь на своем рабочем месте. Продолжение следует...